Можно проклясть, но незаслуженное проклятие не сбудется в жизни человека. И гневливость, и вот такой характер, это все поправимые вещи, с этим надо бороться. Если это не побеждать, это победит тебя. Гнев не творит правды Божьей. Гнев, как правило, кроется в боли, которую мы однажды ощущали. Допустим, когда идет эмоциональное насилие над ребенком, допустим, в детстве подавляющий отец или подавляющая мама, и ты не можешь противостать этому, ты как бы в себе это все так вот держишь, 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 ты потом вырастаешь и становишься вспыльчивым, становишься злым, несдержанным, становишься агрессивным. Это провоцирует, тебя что-то провоцирует, и у тебя есть эта сдержанная агрессия, которую ты однажды не мог выплеснуть. И однажды ты считаешь, что это твой характер. На самом деле нет. Таким точно, такие дети не рождаются, такими становятся. По причине боли, несправедливости, контроля, который мы терпели в детстве. Поэтому я считаю, с этим надо разбираться. Это надо обуздывать внутри себя. И грех должен оставаться грехом. Это неправильно. Это нехорошо. Есть нормальный гнев на нормальные вещи, и в этом гневе нет ненависти и злости. Это протест. Давайте так его назовем. Я просто знаю, о чем говорю. Я однажды почему-то себе разрешала быть спыльчивой и гневливой. Я очень эмоциональный человек, и если меня завести вообще... Раньше я материлась, а сегодня нельзя материться. Я понимаю, что это плохо. И вы знаете, из-за того, что я не обуздывала себя долгие годы, я считала, что это нормально. Ну, и, знаете, мой характер такой. И, знаете, спустя годы я, уже будучи верующей, у меня и маты стали вылетать. Я думаю, вот это прикол. И я поняла, что просто потому, что я разрешила этому быть в своей жизни. Я разрешила себе быть гневливой. И я начала с этим бороться. Я не скажу, что я это победила на 100%, но для меня это осталось неким таким пунктом, с которым я сражаюсь. И буду сражаться. Субтитры сделал DimaTorzok